Евангелие от Марка, глава 7. Есть многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб. Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал, а в вас, лицемерах Исайя, как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое седьмоподобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословище отца или мать смертью до умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери «карван», то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божье преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое седьмоподобное. И призвав, весь народ говорила, слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские. И, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина-то была язычница, родом Серафиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она рассказала ему в ответ, так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей, за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, возрев на небо, вздохнул и сказал ему, ефафа, то есть отверзись. И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились, и говорили, все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими. Первое послание Коринфянам, глава одиннадцатая. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните, и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. А жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею, для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Но, предлагаясь ее, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в Церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал. Что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И, возблагодарив, преломил и сказал. «Примите, едите, сие из тела мое, за вас ламимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери и сказал. «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сие или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Книга Бытие, глава 35. Бог сказал Иакову, «Встань, пойди, Вифиль, и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. И встань, и пойдем, Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мною в пути, которым я ходил». И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги бывшей в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Лус, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним. И устроил там жертвенник, и назвал сию место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. И умерла Девора, кормилица Ревекина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который и назвал Иаков дубом плача. И явился Бог Акову по возвращению его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог, «Имя твое Иаков. Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль». И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог, «Я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресла твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию». «И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль. И отправились из Вифиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние с земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони. Но отец его назвал его Вениамином. «И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Ифлием. Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахиле до сего дня. И отправился Израиль, и раскинул шатер свой за башню Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране, Рувим пошел и переспал с Валую, наложницу отца своего, и услышал Израиль, «Сынов же у Иакова было двенадцать. Сыновья Лие, первенец Иакова, Рувим, по нем Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Изавулон, сыновья Рахиле, Иосиф и Вениамин, сыновья Валле, служанки Рахилиной, Дан и Нефалим, сыновья Зелфе, служанки Лейной, Гад и Асир, сии сыновья Иакова, родившиеся ему в Месопотамии. И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, в Мамре, в Кириаф-Арбу, то есть Хеврон, где странствовал Авраам и Исаак. И было дней жизни Исааковой сто восемьдесят лет. И испустил Исаак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью. И погребли его Исаак, Иаков, сыновья его». Псалом тридцать пятый Начальник ухора, раба Господня Давида. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Божия! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напаяешь их. Ибо у Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там поли делающие беззаконие не зринуты и не могут встать.